Здравствуйте! С того времени, как поставил я виноградные черенки на укоренение, прошло 14 дней. Давайте разглядим, что с этого вышло. Итак, приступаем. Вот это по новому методу. Здесь обыкновенный торфяный грунт для цветов. Засыпано вот в банку, и вот видим, какие корни. Просто я проглядел. Надо было их вынуть чуть-чуть пораньше, а они вот как пошли хорошо, укоренились. Корни хорошие. Давайте мы достанем это и посмотрим. Ого! Вот это, да. Вот это укоренились они. Ну, сейчас буду доставать. Ну, нет, тут так и придется с перегночком, с этим. О-о-о! Они все тут переплелись, корешки что ли. Так, вот все я их аккуратно сейчас достану. Сразу надо в грунт их, в землю. Вот, как наблюдаем. Какие тут корни уже пошли большие. Вот, видим все это дело. Вот, какие большие корни. Переглядел я. Короче, надо было это вынуть еще дня 4-5 назад. Вот, видим, какие корешки богатые вышли на этих черенках. Вот, как видим, какие они большие. В эту посуду они теперь не войдут. Их назад пока поставлю. Тут много корней, конечно, обломалось. Вот, как наблюдаю. Вот, тут еще корни есть. Переросли, короче, вот это. Просто я проглядел. Надо было их вынуть чуть-чуть пораньше. А они вот как пошли хорошо, укоренились. Корни хорошие. Посмотрим, что здесь. Это на воде стояло. Вот, видим, тоже корешки какие пошли. Один этот. Хочет стену, еще слаб. А вот эти два уже вот пошли. На этом нормально. Смотрим, где корни пошли. Это был пасынок, и с пасынка, оказывается, корешки лучше и быстрее развиваются, чем где в другой стороне. В другой раз буду знать. Вот, и здесь то же самое. Тоже здесь был пасынок, и с пасынка начинают проклевываться корешки. Вот эти черенки ставлю в воду, и потом буду высаживать их в землю. Этот еще слабенький. А здесь непонятно что. Вот, видим, какие здесь богатые корни. Тоже. Тут самый раз. Длина корешковой этих 15 где-то миллиметров. Какой сильный калиус пошел. Корни большие. Вот эти черенки мне были поставлены на неделю раньше. Этим черенкам три недели. Они по разу у меня здесь стояли. Так, теперь посмотрим, что у нас здесь делается в ведерке. Здесь в вермикулите все черенки. И глянем, как они здесь развиваются. Что здесь есть. Ух ты! Тоже проглядел вот этим черенкам тоже две недели. А что тут творится в ведре? Вот, видим, какая богатая корневая система на этих черенках. Конечно, не на всех. Вот на этом черенке нету. Его назад поставлю. Вот здесь один тоже большой черенок. Ух ты! Ух ты! Прозевал его корешки. Очень большие. Очень большие. И окружность какая, и вон какие. Проглядел. Вот этот черенок, сейчас посмотрим. Нет. Две недели черенок. Две недели прошло с того времени, как вот эта такая корневая богатая система наросла. Две недели прошло этому черенку. Думал, больше нет. Вот еще один черенок. У меня на них все подписаны. Тоже. Это кадрянка. Тоже две недели. Видим, какие условия хорошие. За две недели какие богатые корни пошли. Вермикулите это все. Так, еще здесь поглядим, что у нас есть. Здесь маленькие корешки, но они пошли тоже в рост. Очень маленькие. Где-то в миллиметр по 5-7. Тоже его будут на высокую делать. А вот это в самый раз корешки. Небольшие такие, но тоже по окружности пошли хорошо. Вот из всех черенков за две недели только один черенок. Не коренился. И то это страшенский. Он быстрее всего, наверное, погиб. Сейчас посмотрим, что с ним делается. Нет, гнется. Зеленый хороший. Но он все равно. Вот он. Зелененький. Но он что-то не тронулся. Одна почка есть. Одну эту почку оставлю. Пойдет, пойдет. Нет, значит, выкинется. А вот эти все теперь будут черенки с такой богатой корневой системой высаживать в землю. Все. Надеюсь, это видео будет полезным для начинающих. И не только для начинающих. И для всех виноградарей. Видят такой сильный, бурный рост корневой системы в вермикулите. Многие применят этот способ. Потому что раньше я применял и за холодильником, и в тряпочку. Но это не то. Но вот в вермикулите это действительно бомба. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, и получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...